всем здарова народ с вами эдгар вы на канале масле от эдгара сегодня 1 мая всех поздравляем если спросите что ты делаешь на 1 мая я сегодня ребята посадил с утречка 20 деревьев аж 20 деревьев у себя по району потому что у себя в саду в огороде у меня уже нет места куда можно посадить какие-либо деревья или кустарники все полностью инвестиции в деревья и всякие разные кустарники но это конечно на пенсию на помидорчики и огурчики озеленение окружающей среды нужно думать не только про себя в целом про людей поэтому я предпочитаю действовать чем просто ну говорить да давайте сделаем мир лучше будем конечно говорить сегодня про криптовалюту я подобрал вам ряд новостей на сегодняшний день у нас такие чуток панические настроения у людей потому что крипто курс снизился до коррекция происходит и это достаточно долго держится и для меня это нормальное явление но для многих людей это паника страх они не знают что с этим делать почему это так куда мы катимся в пропасть или все таки биткоин пойдет вверх и вы сможете заработать поговорим про это все дело вот и я что хочу сказать ребята сажайте деревья вот просто делайте это я вам могу на своем опыте сказать что очень сложно кого-либо сподвигнуть на какие-то действия вот кроме того что я в интернете я еще пытаюсь как-то озеленить этот мир и у меня это получается вот честно да огромный поселок из всего этого поселка может быть там полчеловека хотят мне помочь в этом это очень как бы грустно и ну я все равно это делаю я просто на свои деньги беру и сажаю деревья никого ни о чем не прошу как бы хотят да нет ладно но я это делаю и делаю это уже несколько лет и у меня отличные результаты растут деревья все радуются конечно же к чему я вот это вот эту блаблономику сейчас развожу то что мой подход ребята к жизни всегда такой я изучаю углубляюсь в это все дело в любую информацию которая мне интересна будь то ботаника какая-то на будь то криптовалюта блокчейн жизнь и так далее насколько возможно пытаюсь это все дело изучить и всегда смотрю в долгосрок понятно что ты сейчас посадишь дерево и оно маленькое ну что на него смотреть но в долгосрок через лет пять десять это огромное дерево которое дает кислород красоту и так далее много очень плюсов вот не все люди могут смотреть в будущее всегда делают какие-то выводы исходя из вот сегодняшнего только дня и ровно такая же история происходит и с криптовалютой многие люди не могут смотреть в будущее в долгосрок что у блокчейн отличное будущее крипта в будущем будет иметь очень хорошую цену и все те кто залетят в это дело сегодня то завтра они уже будут с иксами но это будет не прямо завтра а понятно дело что для этого понадобятся годы но если вы этого не сделаете да если не посадить дерево откуда через пять десять лет у вас будет огромное красивое дерево там с фруктами например если ты сегодня это не сделаешь купишь там дерево за тысячу рублей посадишь через пять лет огромное дерево все получаем фрукты такая же история с криптовалютой также ребята зафиксируем такой момент что я в прошлом еще видео по аналитике вот в целом рынка говорил наступил тот самый момент про который я говорил много лет назад что будет когда-то время когда будет очень сложно заходить в криптовалюту будут зажимать со всех сторон и это происходит не только в россии а в целом в мире и постепенно мы придем к тому что на рынке будет очень мало крипты серьезной и она просто будет уже уходить в холд люди будут покупать и не будут уже продавать крупные компании скупают биткоин и уже в принципе им я так понял без разницы сколько он там стоит понятное дело что они пытаются его скупить чуть дешевле но он уже скупается его остается все меньше и меньше возможности купить уже не будет в будущем поэтому сейчас речь уже не идет о том что ждать когда цена биткоина будет там 10 тысяч я не думаю что крипта свалится но биток свалится у нас на такой уровень да что будет стоить 3000 или там не знаю ты еще рублей или 10 тысяч рублей вряд ли это вообще произойдет и даже если даже если вдруг это произойдет вы не успеете купить ни одна биржа не даст вам возможность это сделать сразу остановят выводы технические работы какие-то проблемы в общем кучу всяких будет проблем чтобы вы могли купить и на этот момент возможно это закуп сделает только какая-то крупная компания ну несколько крупных там игроков на рынке все остальные просто обломаетесь будете сидеть и смотреть на эти цифры но я не думаю что мы откатимся на какие-то серьезные цифры поэтому ребята если хотите заходить в криптовалюту просто заходите сейчас просто великолепные цены и они достаточно долго держатся если спросите меня я покупаю крипту или нет да постоянно покупаю криптовалюту по мере возможности я закупаю криптовалюту делаю это ну можно сказать даже ежедневно потому что пока есть возможность надо это все дело быстрее закупить и давайте сейчас зафиксируем рынок что у нас происходит да капитализация у нас снизилась 17 триллиона держалась примерно всегда 2 триллиона сейчас чуть-чуть откатились обратно криптовалют у нас на рынке естественно все больше и больше уже 19 206 единиц в прошлом году это было там пару тысяч монет всего лишь существовало сейчас уже 19 тысяч скоро будем отмечать 20 тысяч криптовалют в мире бирж буквально в начале года было 300 теперь уже 521 биржа появилась в общем я как понимаю что сейчас происходит на данный момент мир переходит на новый этап перехода и на этом этапе начинают зажимать хомяков в общем у нас простых людей теряется возможность покупки крипты мы все сейчас уже думаем где сохранить криптовалюту как ее вообще купить технически это стает очень сложно ее будет все меньше и меньше и крупные игроки это все по мере возможности будут скупать при этом в мире происходит кардинальное движение мир делится на разные части глобально да и то что вы знаете на все эти процессы конфликтные санкции все такое это не спроста это вот как раз касается вопроса криптовалюты все это просто замешано между собой в общем мы в таком сейчас моменте когда возможности хомяков будут уменьшаться крупных игроков увеличиваться и мы постепенно будем переходить на такое что диктовать условия будут уже крупные игроки а мелочевка останется ну типа смотреть телевизор и слушать только про криптовалюту время у нас еще ребята есть конечно еще раз повторюсь 25 год это прям серьезный момент перехода и 30 год вот до 30 года как-то да ну я не знаю каким-то образом скребите изучайте быстрее это все дело формируйте я думаю что потом ну если просто и коротко простыми словами хрен вы что купите вы будете в жестком обломе те кто успели успели те кто не успели вы будете ну грубо говоря в жопе все ты будешь обычный работник и не видать тебе никакой там криптовалюты вот мир будет именно так работать для меня ничего грандиозного не происходит все что сейчас на рынке это в общем-то для меня обычное явление я это уже в принципе как бы прочувствовал я знал что это будет происходить и действовал именно исходя из этого также на рынке очень много всяких разных криптовалют из этого всего очень много всякой ерунды и такой момент как сейчас он будет потихонечку отсеивать всякие ненужные монеты в итоге на рынке останутся самые топовые серьезные монеты кстати серьезные монеты в основном развиваются медленно в плане повышение цены курса да они развиваются сейчас технически идет подготовка именно технической части развития разработок а вот уже цена будет потом беспонтовые монеты так сказать они больше давят на цену хайпуют техническая часть у них не очень хорошо развиваются в общем они держатся на хайпе люди конечно же хотят быстрее заработать и реагирует больше на те монеты которые на рынке появляются сейчас про них много говорят щелчок и все весь мир вдруг вчера про нее не знали сейчас сейчас уже весь мир про это говорит в основном такие монеты в общем-то не имеют будущего да они могут держаться они могут быть и в будущем они могут там как-то где-то существовать но это все будет ни о чем по мне так нужно залетать в серьезные монеты которые будут являться основой будущей глобальной системы и за счет этого вы будете являться серьезными ну ну как раньше говорили акционерами какой-то компании то ли там у тебя акции лукойл то ли у тебя акции я не знаю в космосе какой-то звезды то ли она есть то ли нет что за звезда зачем тебе эти акции ну какой-то чепухи короче так что ребята давайте посмотрим какие у нас есть новости я тут подобрал интересные всякие что выходит вот например стоимость активов в блокчейнах второго уровня на эфириум это эфириум 2.0 выросла на 964 процента вот можете зайти тоже это все дело поизучать в отчете банк лес говорится что в первом квартале стоимость актива заблокированных на блокчейн второго уровня или сервисах масштабирования на базе эфириума увеличилась на 900 ну на тысячу процентов достигнув 7 и 3 миллиарда по сравнению с 686 миллионами в первом квартале это кто стейкает свои монеты эфир для для того чтобы получить проценты и потом в дальнейшем получить эфир 2.0 эфир сейчас работает на данный момент смарт-контракт эфира на блокчейн проф оф ворк это майнинговое оборудование электростанции и так далее они будут переходить на экологический вариант это проф оф стейк и там уже не требуется система всяких майнинговых там вот этих станций и так далее в общем в будущем по мне так все перейдут на проф оф стейк потому что это сама такая удобная система это экосистема управления монетами ну и так далее и вот эфир тоже разрабатывают систему перехода с эфир обычного да вот на эфир 2.0 и вот люди заблочили в это все дело застейкали заморозили вытащить эти деньги нельзя они заморожены аж 7 миллиардов долларов и это все разблокируются только тогда когда эфир выпустит версию эфир 2.0 перейдет на проф оф стейк и вот в этой версии уже будет система которая разблочит эти монеты и люди уже смогут этими деньгами так сказать пользоваться там очень много нюансов и заморочек это все должно было произойти там за полтора года за два года но виталик бутерин заявил я смотрел его интервью что извините ребята вот глобальная такая происходит непонятка так сказать и до еще конфликта вот россия украина и всемирные вот эти вот санкции еще до этого он уже сказал что сейчас не получится и по ходу дела мы это все дело наверное затянем до двадцать пятого года поэтому частенько я говорю про двадцать пятый год так как любую серьезную статью если взять всяких разных аналитиков компании также если изучать всякие разные блокчейн в них постоянно мелькает примерно эта дата вот двадцать пятый год это уже какой-то кардинальный переход до двадцать пятого года должны доработаться все серьезные блокчейн игры до двадцать пятого года должны запуститься очень много разных блокчейн платформ до этого момента многие блокчейн и будут выпускать свои обновления вот у них заряженные обновления которые в двадцать пятом году окончательно запустят блокчейн определенные монеты ну и когда все эти монеты на запускает свои системы соответственно появятся новые возможности потому что все эти переходы переходы дадут возможность новых вариантов сотрудничества и там будет уже такой знаете цепная реакция нового этапа из двадцать пятого там по тридцатый год будем уже двигаться в новом направлении но естественно между делом крупные игроки в мире они что будут делать они будут как бы тянуть одеяло на себя кто вам даст залетать его в отличные вещи где можно зарабатывать естественно вам в уши будут лить что все плохо криптовалюта это ерунда зачем она нужна и постоянно знаете вот в одно ухо вам будут говорить все за криптовалюту тебя посадят в другое ухо будут говорить криптовалюта классная штука вот мы уже разрабатываем и в банке скоро это эти деньги появятся да что цифровые активы вот уже разрабатываются скоро цифровой рубль цифровой доллар цифровой там чего-то цифровые деньги потом разные блокчейн платформы появляются на на всяких ну во всяких разных там государствах тут же вот заметьте как сейчас выпускаются новости в любой в общем-то стране что там россия что америка что европейские какие-то там страны одна часть новостная система всем льет в уши пугалки до шугалки что всех посадят все плохо ваши кошельки заберут вас заблокируют все отберут при этом это невозможно сделать потому что основа блокчейн заключается именно в этом что взломать это невозможно и никто это не собирается делать если мир переходит на блокчейн то давайте разрушим основу блокчейн где как раз таки децентрализации и невозможно взломать они же не идиоты если это основа зачем им как бы портить репутацию блокчейн и соответственно все что на этом построено просто они будут пугать чтобы вы не залетали в криптовалюту больше достанется системе вот госдума рф начала рассмотрение законопроекта о добыче криптовалют в россии так блин блин каждый день как будто сегодня посадим завтра крипта классно посадим крипта классно налоги нет не налоги мы не работаем с крипту нет мы работаем с криптой а давайте крипта будет в россии а давайте всех посадим в крест за крипту вот просто я вот каждый день открываю новости российских каких-то там платформ и просто ну тупизму вот как будто какие-то два разных человека одному говорят слушай ты с утра значит пишешь что крипта говно и всех посадят ну а а вот ты значит к вечеру пишешь что крипта классная штука и мы введем скоро это на госуровне и делайте пожалуйста это каждый день вот и те говорят а зачем да чтобы блин народ обосрался и не понял вообще что происходит одна часть народа испугается другая часть народа просто не будет понимать так посадят или это классно посадят или это классно потом просто устанут и скажет да ну нафиг короче и все таким образом вас отдалят от криптовалюты группа депутатов в пятницу 29 апреля внесла в государственную думу проект закона о майнинге в российской федерации давайте посмотрим что они хотят в законопроекте определены правила обращения цифровой валюты ее купли продажи обмена регламентируется использование российской инфраструктуры для добычи токенов введение понятия оператор майнинга раскрывает один из авторов инициативы депутат госдумы антон ткачев но по мне так знаете майнинг в россии прям это не о чем мы ребята не лезьте уже в майнинг потому что это все накроют в россии в особенности вам не дадут майнить все это пойдет в сторону где вы уйдете в жесткие минуса если кто-то хочет майнингом заняться не советую крипта да майнинг уже нет во первых сам по себе майнинг в формате проф оф ворк уже потихонечку будет себя ну как бы уйдет с рынка будет проф оф стейк вот и ваше оборудование нафиг не сдалось долгосрок это бессмысленная штука плюс это еще рисковая штука потому что государство будет давить на майнеров ну и читать там новости что что они какой-то закон будут выпускать больше эти законы они выпускают для самих себя чтобы вот крупные майнинговые компании в россии работали глава бит рифил наши пользователи из сша теперь смогут отказаться от услуг банков эта компания которая предоставляет возможность с помощью холодного кошелька допустим любого в принципе кошелька вы с помощью крипты можете покупать и продавать любую продукцию вот в кошельке ledger уже эта компания внедрена можно зайти в ледер в приложение вот битр фил там уже есть и с помощью с вашей крипты в воспользоваться какими-то услугами там целый список чего только нету и вот эта компания она в мире в этом направлении очень хорошо развивается пользователем шведской площадки битр фил из сша разрешили оплачивать медицинские счета налоги коммунальные услуги с помощью цифровых валют охренеть еще я вам такую штуку ребята скажу что по всему миру постоянно знаете вот одна страна против крипты другая за другие против другая за в общем кажется что какой-то происходит бардак так за вы или не за в итоге все будут в крипте все государства примут цифровые системы все примут блокчейн и все примут крипту в своем государстве все это будет поэтапно по мере возможности каждого государства в зависимости от того как бы какую они занимают какой уровень на глобальной в глобальной системе понятно дело что америка впереди планеты всей чтобы там кто не говорил вот что мы тут сейчас станем в россии там объединение вернемся в сср у нас будет производство это бла 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 да понятно это конечно все хорошо но мы в этом плане отстаем и еще отстанем на данный момент например допустим в той же америке работают все системы все кошельки тот же мастер карт виза и так далее там никто ничего не закрывал люди спокойно это делают никто за это никого не блокирует и вот это слишком много негатива не запускают это как раз таки нас маленько отдалит не маленько лет на двадцать тридцать наверное вот и вот смотрите в россии мы будем всегда слышать новости что вот-вот выйдет какой-то законопроект про например там майнинг ну майнинг это один-два человека в общем то этим занимается он нахрен не сдался простым людям в основном люди что хотят купить продать какую-то крипту удерживать у себя на кошельке нам бы было больше интересно именно этот вопрос так вот сильно очень прямо знаете много внимания уделяется именно майнингу в россии законопроект про майнинг почему ну потому что в россии очень много майнинговых компаний но это государственные так сказать компания крупных игроков и они под себя какие-то там законы пилят это вообще эти новости не относятся к обычным простым смертным так сказать вот а если смотреть какие-то европейские новости и что делают компания какие-то законопроекты выпускает там больше направления на вот чтобы простые смертные имели эти возможности так вот смотрите да вот битерфил вот сейчас я вам покажу свой лейджер например вот это один из моих кошельков кстати ребята я сюда закинул в районе там 20 тысяч долларов это у меня кошельку уже два года и сейчас даже с этой жесткой просадкой у меня я в плюсах мне вообще ну грубо говоря похер на эти просадки там даже если биткоин будет стоить 10 тысяч у меня распределено так что я в минуса не уйду потому что есть альткоин и есть биткоин и постоянно переходит вот этот перелив есть альткоин этап то сюда залетаешь то туда залетаешь один фиг я в общем всегда в плюсе а в долгосрок я вообще в плюсе и чтобы так сделать нужно грамотно составить свой крипто портфель чтобы у вас вот этот вот баланс происходил и у вас всегда в принципе будет вы будете всегда в плюсе поэтому вот можете посмотреть у меня в плюсах но при этом здесь еще больше сумма на данный момент жду обновления леджер на леджере периодически выходят обновления потому что разные монеты они периодически сами обновляются их системы потом компания леджер тоже корректирует свою систему под эти монеты и выходит общее какое-то обновление выходит обновление я нажимаю обновляюсь там список что такие такие-то компании вы же ну выпустили обновы я это все устанавливаю и у меня кошелек показывает уже корректную информацию поэтому вот на данный момент несколько монет например неполноценно показывают сколько они стоят ну и так далее нюансы есть сейчас жду обновы поэтому сумма здесь другая если я сейчас включу например свой леджер на телефоне то на телефоне у меня тут уже совсем ребята другая сумма со телефона потому что на мобильном устройстве чуть чуть по другому это все показывает более корректно так вот сейчас дело не в этом а давайте покажем тут есть раздел исследуйте и вот если вы сюда зайдете здесь есть как раз таки вот это вот битерфилл или байтерфилл вот и здесь вы можете увидеть например вот как это все дело работает здесь есть популярные всякие разделы вот подарочные карты какие-то игры путешествия ну и так далее но посмотрите вот наверху что прописано в связи с санкциями мы не можем пополнить наш запас подарочных карт россии продажа подарочных карт россии прекращена на неопределенный срок мы призываем наших российских криптопользователей читать международные новости о том что происходит в киеве и харькове публично поднимать свой голос о том что делает российское правительство ну вот такая вот ребята штука здесь это не я придумал это вот что есть то есть я просто вам это все дело показываю ну и получается что это не относится к самому леджеру леджер кошелек как работал так и будет работать это холодный кошелек это ваш собственный банк и все что здесь есть вы управляете именно тут не работают как бы для леджера санкции это вообще ну как бы не в тему так сказать санкции никак не могут повлиять на ваш холодный кошелек а вот в самом леджер вот встроена система приложений они разные компании вот например вот компания один инч да обменник биттерфил вот это еще какие-то компании вот компания которая выпускает совместно с леджер карту криптокарту они уже выпускаются в европе эти карты уже доступны и люди ими уже пользуются но так как мы в россии ну мы в обломе да получается что в европе люди уже пользуются уже начинают работать получают кэшбэки у тебя есть эта карта ты можешь ее взять пойти купить хлеба и молока получить еще и кэшбэк и оплата происходит своего кошелька в крипте на сегодняшний день по курсу обмен все красота тебе не нужны никакие обменники биржи какая-то возня просто у тебя должна быть карта она у нас недоступна почему ну потому что мы в россии у нас санкции вот эта система она работала до санкций великолепно функционировала это не что-то новенькое это тоже компания которая отдельно существует и леджер совместно с этой компанией встроили в свою систему в раздел исследуйте и чтобы мы не выходя из леджера могли совершать покупки и эта система защищает вот леджер защищает вас внутри кошелька во всех вот этих вот приложениях вот вам не нужно куда-то выходить что-то делать вот в самом леджере выбираете приложение например это я это уже показывал допустим хотите купить какие-то игры вот заходите выбираете например вот роблокс допустим выбираете на какую сумму хотите оформить и они принимают здесь всякую разную крипту ну например там выбираете нам на 40 долларов вот здесь можно оплачивать на данный момент например XRP монетой тут есть что у нас ну в общем каждая система принимает разные монеты можете выбирать тут огромное количество и разделов тоже очень много и вот сейчас мы видим что у меня это все дело ну как бы функционирует так себе вот скайпы игры путешествия магазины какие-то международные системы и вот получается такая история что эта компания смотрите вот она Bitterfield разрешила оплачивать это значит что она вот тут внутри своей системы вот в Америке сейчас сидит какое-то дружище да заходит в раздел исследования заходит вот в этот Bitterfield у него как и у меня крипта все мы одинаково все делаем ничем мы не отличаемся кроме того что меня послали нахер вот здесь а ему наоборот дали возможности и это как раз таки нас и отдалит на 10 20 30 лет в этом плане и вот он заходит и у него сейчас появится здесь раздел новый где он сможет криптой оплатить медицинские услуги счета налоги что они тут еще могут коммунальные услуги я получается если бы они не убрали то мы мы бы тоже это могли сделать захожу и оплачиваю например там коммунальные услуги своими цифровыми деньгами мне не нужен ни обменник ни биржа мне не нужно никуда выводить мои деньги мои деньги лежат у меня в лейджере защищены мои сит фраза и так далее мой собственный банк и я покупаю то что мне нужно оплачиваю счета оплачиваю налоги и это не надо вот а в России выпускают какой-нибудь там закон где типа вас всех посадят и все такое но это бред это просто вам в уши льют какую-то чушь за что тебя сажать за то что ты купил блин доллар у тебя есть рубль ты пошел в банк купил доллар пришел сидишь с долларом и тебе по телевизору говорят за то что у тебя есть доллар мы тебя посадим ну что ты скажешь ну скажешь блин что придурки что ли вы что вообще говорите в смысле вон доллар я пошел его купил блин я за это заплатил уже такая же фигня и здесь происходит ты уже за это заплатил это такой же доллар и вот у него уже у американца там европейцы вот есть возможность они зайдут и будут покупать давайте почитаем дальше вот позволяет своим клиентам покупать подарочные карты и пополнять счета мобильных телефонов с помощью криптовалют запускает свой сервис PayBill в США сервис позволяет оплачивать счета и другие платежи с помощью таких цифровых валют как Ethereum Litecoin вот например вот вам ребята монетки которые на будущее будут как бы в круговороте блокчейна в мире да туда же и будет входить еще и XRP Stellar там и так далее да но на данный момент вот они вам так как как бы палят обстановку вот Ethereum Litecoin DoggyCoin Dash и Tether Doggy это знаете такая штука с одной стороны говнище с другой стороны это токен это монетка которую как бы удерживают на плаву крупные игроки и это какая-то компания это не совсем какая-то разработка вот как бы эта монета под собой не имеет никаких технологий Litecoin имеет Ether имеет Dash тоже имеет Tether это централизованная стейблкоин DoggyCoin ну это говнище просто под контролем крупных игроков они могут это как бы тянуть любое время Doggy может существовать там и в 30 году а может и не существовать там Илон Маск потеряет к этому интерес перейдет на что-то другое вот это говнище исчезнет все и потому что не имеет технологию а тот же эфириум имеет технологию и как только мы сейчас вот как раз таки зачитали да что в эфире вот достигло уже 7 миллиардов долларов заблокированные деньги конечно это имеет очень большое значение кто будет в эту херню столько денег как бы вкладывать вот сервис работает со счетами банковских карт и коммунальных операторов а также медицинскими и ипотечными выплатами в самой шведской компании заверяют что сервис также позволяет пользователям оплачивать налоги на имущество и похоронные услуги похоронные услуги такой умер с того света такой о зайду ка я этот свой криптокошелек оплачу свои похороны мощненько генеральный директор компания вот пошутил заявив что в жизни есть две совершенно точно случающиеся вещи это я вот как раз сейчас угораю а он про это говорит это смерть и налоги и теперь пользователи могут оплатить как одно так и другое правильно он говорит правильно впервые услугу запустили сальвадоре кто не в курсе там биток уже на государственном уровне вот после принятия страны биткоина как законного платежного средства осенью прошлого года с тех пор заявляют в компании популярность сервиса растет со скоростью 100-200% пользователей в месяц чтобы запустить услугу в США компания заключила партнерство с регулируемой платежной платформой на аркус финансиал финансикал хрен его знает я английский язык не знаю так что мне когда похер как это звучит некоторые мне комменты пишут типа ты неправильно говоришь да похер вообще предлагающие услуги по выводу и вводу наличных для биллеров и финансовых учреждений США благодаря нашему сервису скоро у всех жителей США будет возможность оплачивать повседневные ежемесячные расходы с помощью криптовалют и отказаться от услуг своих банков добавил глава биттерфелл вот вы спросите это действительно так или это какая-то фуфлыжная компания которая предлагает всякую ерунду стартап там вот это все такое я ребята уже этот сервис поизучал он великолепно работает все функционирует встроен в леджер леджер это топовый кошелек в мире леджер всякое говно встраивать в свою систему не будет а это приложение встроенное сюда достаточно давно уже они это все встроили все это работает при этом это крупные серьезные компании и получается так что кто будет иметь эту возможность США а мы будем иметь эту возможность нет конечно нам больше будут лить в уши что там государственная дума в очередной раз хочет посадить всю страну куда-то ну куда будут сажать всю страну кто будет кормить всех которые будут сидеть а кто работать то будет смотрите вот сложность майнинга биткоинов вплотную приблизилась к 30 триллионов хэшей очередной перерасчет сложности майнинга первой криптовалюты продемонстрировал что показатели выросли на 5 и 56 процентов короче говоря вот эта информация да вы скажете и что что это значит нахер ты нам это рассказываешь к чему к тому что ребята биткоин в мире ограничен в 21 миллион и уже 19 миллионов битков добыто и остаток будем добывать еще там лет 120 130 и с каждой добычей нового биткоина цена будет на биток повышаться и его будет все меньше короче добывать биткоин будет сложнее если например там 5-6 лет назад можно было с помощью видеокарты вот такой щелчком добыть один биткоин например то сегодня видеокарту можно выкинуть в мусор ни одна в общем-то серьезная видеокарта уже прям серьезно добывать вам крипту не сможет биткоин именно всякую чепуху да может добывать а вот именно биткоин уже требуются асики уже не простые асики а прокачанные асики также есть очень много новостей можете посмотреть что каждый раз какие-то топовые мировые компании типа интел еще какие-то придумывают супер технологию супер новые какие-то майнинговые оборудования зачем они это делают потому что биткоин добывать уже все сложнее 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 и добывать биткоин уже себе позволят только кто крупные игроки мелочевка типа нас уже это не прокатит даже если ты захочешь у тебя это уже в общем-то не получится да там какие-то гроши что-то да где-то да как-то сможешь но при этом законодательство россии что-нибудь придумает чтобы тебя в угол поставить и в общем-то все на этом поэтому биткоин будет добываться меньше люди уже не хотят продавать они переходят в систему hold они будут свои монеты держать на своих кошельках и не выводить вот не торговать тем более вы знаете вот со всем тем что сейчас происходит да уже даже сложно куда-то выходить торговать потому что там санкции тут какие-то проблемы там какая-то фигня происходит и люди в основном ушли так сказать в тень свою крипту повыводили на кошельке и удерживают ее там в самом безопасном месте и это должно было произойти тем самым с бирж уходит серьезная крипта в hold добывать эту крипту встает сложнее курс начинает подниматься возможности покупать и продавать вам будут усложнять потому что конкуренция растет и это в итоге приведет к тому что если ты сейчас успеваешь купишь не успеваешь потом обломаешься так что погнали дальше вот например еще интересные новости вот пантера капитал в общем есть всякие там капиталы это крупные компании мажоры всякие чьи-то сыночки я не знаю кто они такие дети рептилоидов или инопланетян или там рокфеллеров рокфоллеров хрен его знает еще кого в общем какие-то богатые люди вот неважно с какой они планеты и вот эти все разные богатые люди разные семьи у них свои собственные капиталы фонды в общем выделяют бабло и на это все закупают разную криптовалюту и не продают они только покупают 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 пока вы паникуете на рынке когда здесь происходит вот просадка коррекция они покупают и это можно зайти посмотреть например скупка китов крупных кошельков я за ними слежу смотрю как только на рынке серьезная просадка крупные киты скупают все и мелочь типа нас начинает паниковать и еще ждать когда крипта будет стоить 5 рублей специально для вас делают биткоин за 5 рублей чтобы ты купил и завтра разбогател а крупный игрок готов купить сейчас за 37 сейчас прям нереально крупные суммы вливаются в крипту и сгребают все что есть просто и не продают они же не продают это а ты вот паникуешь сливаешь кто у тебя это покупает вот эти вот вот товарищи все скупают в будущем они будут вашими начальниками вот твой начальник будущее вот будешь к нему на работу ходить устраиваться вот он будет тебя пинать каждое утро на 5 минутки и вот там здравствуйте там Владимир Петрович или там я не знаю там Джон Крепкий Орешкович там я не знаю как их зовут как его вот этого дружище зовут вообще не знаю а вот давайте почитаем основатель Pantera Capital Дэн Морхед вот его зовут Дэн Морхед будете приходить на работу и говорите вот Дэн Морхед здравствуйте вот я опоздал на 5 секунд можете меня бить только не лишайте меня пожалуйста работы и они смогут себе это позволить почему потому что они скупают всю крипту сейчас пока вы паникуете а в будущем они будут в шоколаде генеральный директор вот тот самый Дэн что ужесточение политики ФРС США приведет к масштабному перетеканию капитала с фондовых бирж на рынок криптовалют вот он дружище в курсе и уже в открытую это говорит что все что в мире сейчас происходит ребята это как раз таки обычные вот эти бумажные денежки вот этот фондовый рынок вот это все будет постепенно зажиматься зажиматься и переливаться в криптовалюту они это знают вот и он вот дал интервью что криптовалюты могут быть единственным безопасным классом активов к которому инвесторы могут обратиться во время следующего экономического спада он добавил что столкнувшись хаосом на традиционных рынках инвесторы с фондовых рынков могут уйти в криптовалюту не могут они уйдут и уже уходят сейчас я настроен оптимистично это вот этот самый ваш будущий начальник говорит в отношении криптоиндустрии и он думает что причина в том что последние 10 лет каждые 2 года в отрасль приходит на порядок больше инвесторов и проектов ну это цепная реакция да сначала один знает потом два ну и понеслось 4 8 16 погнали дальше да мы все это в школе учили и каждый год это все будет увеличиваться многие умные люди говорят что приближается глобальное принятие криптовалют тут даже умным не надо быть тут как бы и шаку понятно с другой стороны многие классы активов уничтожаются и я думаю что они утонут они имеют ввиду не они а он и такие люди как вот этот ваш начальник будущий что обычные активы типа там акции обычное бабло вот это которое у нас в круговороте бумажки в которые вы в карманах у себя таскаете это все дело исчезнет по сути спрятаться почти негде остаются криптовалюты которые я называю тихой гаванью и я думаю что все все кроме рынка криптовалют пострадают сказал морхет поставил точку и свалил кайфовать вот что-то типа такого вот если мы хотя бы частично правы доходность облигаций поднимается до 5% или выше что очевидно снизит цены на облигации ну в общем тут уже бла-бла-номика дальше другая новость российские силовые ведомства вот как только российские что-нибудь читаю почему-то все так грозно всех уничтожат как-то блин вот включаешь какому-нибудь там блинкина вот это банклис вот ребята вот тут как-то знаете все так вот какой-то дружище какой-то вот бедный родственник мистер извините что я вообще существую оповещает включаешь у них новости вот мы предоставим вам граждане медицинские счета налоги коммунальные услуги в крипте ура товарищи включаешь российские новости силовые ведомства ФНС представили дополнение к законопроекту о регулировании криптовалюты что-то серьезное какой-то мужик с такой харей что-то там грозное такое всем жопа ну вот как-то вот все так знаете тяжело так лес волки налоги девяносты все серьезно Алла Пугачева орлики ну вот как-то так знаете будет ФСБ МВД Росфин Монторг Пирк Пурк Порк ФНС предложили изменения они все одна большая компания к законопроекту Минфина о регулировании криптовалют в России постоянно что-то предлагают ничего не принимают только постоянно вот посмотрите все российские новости какой-то дружище из какой-то партии предлагает что-то этот что-то предлагает этот что-то предлагает этот предлагает всех посадить этот предлагает всех вытащить а тут уже даже прям ФСБ даже предлагает понимаете вот ну я понимаю что есть эти все ведомства ну пусть ФСБ занимается своими делами МВД своими Росфин Мониторинг своими ФНС своими делами. Тут такое ощущение, что всей толпой бегают вокруг криптовалюты. Ну, это как, знаете, что-то произошло, и этим нужно заниматься участковому или там прокуратуре, а этим будет заниматься пожарное. Произошел обычный случай в доме, звоним в пожарный, идите разбирайтесь. Или там в медицинские какие-то услуги вы звоните. Или звоните какому-нибудь бухгалтеру. Вы знаете, вот я с женой поругался, идите разбирайтесь. Понятно же, что с этим участковый разбирается. Или у вас температура. Что вы делаете? Кого вы вызываете? Вы вызываете сантехника? Нет, вы звоните, блин, там скорую помощь, потому что скорая помощь занимается температурами, блин. А тут, получается, все, кому не лень, занимаются криптовалютой. Криптовалюта это связанная с финансами, да, деньги, разработка вот этого всего. А тут и ФСБ, и МВД, Росмониторинги, ФНС, и ПНС, и, блин, партии, Вася Петечкин, блин, все, кому не лень, блин, этим занимаются. Все что-то предлагают. Какого хрена, блин? Ты медработник, занимайся медработной, ну, медициной, блин. Ты в прокуратуре, занимайся, блин, этими делами. Каждый должен своим делом заниматься. А тут читаешь новости, просто какой-то винегрет, да, вот прям новогодний какой-то винегрет из всех. И они все что-то предлагают. Вот. С некоторыми дополнениями ведомства согласились, а другие отклонились. С какими? Чего вообще? Давайте посмотрим. Как сообщают из Вести, Федеральная служба безопасности РФ ВСБ предложила прописать в законе норму, согласно которой криптовалютные биржи и кошельки, работающие с российскими пользователями, будут предоставлять информацию правоохранительным органам наряду с судами. Также силовики отметили, что необходимо согласовать требования к хранению и защите информации об обработке цифровых активов. Ну, вот смотрите, вот здесь прописан бред. Почему? Потому что ФСБ предлагает вот смотрите, что у нас нашей биржи нету, криптовалютной биржи. Кому они предлагают это? Вот это кому они обращаются сейчас? Все, которые существуют биржи и крупные биржи тот же Binance это не российская биржа. Это как я сейчас буду делать предложение внутри России, но при этом это мое обращение где-нибудь к африканскому государству, к их законопроектам. Причем тут мои предложения в России и какая-то биржа в Африке или в Китае. Если бы у нас своя биржа была, то да, типа ФСБ говорит, слушайте, давайте вот на нашей бирже сделаем так-то, так-то. Да, это еще куда не шло. Но тут ФСБ предлагает биржам и кошелькам, которые из других государств работают с российскими пользователями, чтобы они дали информацию о нас им. Так биржи этого делать не будут. Это другое государство. Представители Министерства внутренних дел, это уже МВД. Вот давайте посмотрим, что МВД хочет. В общем, ФСБшники хотят, что какие-то биржи из других государств им сливали информацию про российских пользователей. А они могут их нахер послать. Это просто какой-то бред. Предложение непонятно о чем. МВД выразили обеспокоенность недостаточной четкостью процесса ареста криптовалют. В документе не урегулирован порядок работы криптовалютных бирж после получения постановления суда об аресте активов. Также не регламентируется создание в МВД специального кошелька для хранения конфискованных активов и сам процесс хранения. Вот смотрите, расшифрую вам и эту бредятину. Короче, МВД недовольны тем, что нету никакого закона, который регулирует крипту и криптобиржи. У нас нет криптобиржи. У нас нету понятия криптовалюты на государственном уровне. Она еще не принята. Как они будут это вообще регулировать? И получается, что они недовольны тем, что суд выносит, например, на какого-то человека, что у него нужно забрать крипту, арестовать. Они не знают, как это сделать. Но даже если они это как-то сделают, они пишут, что где нам хранить эти конфискованные криптовалюты, активы? Забрали у человека, а хранить-то где? Например, вы конфискуете наркоту, оружие, чего-то, пришли у человека, забрали, приносят. В МВД есть отдел для хранения доказательств. Это комната с ключом и там лежит все, что нужно. Все, что у людей забрали. А здесь получается конфисковать, типа конфискуют, а где хранить, они не знают. Сам процесс хранения, потому что это вам не отобрать у человека там чупа-чупс и закинуть какую-то на полочку на хранение. Это криптовалюта. Это уже сложно, потому что крипта на любом кошельке принадлежит тому, кому принадлежит этот кошелек. А в криптовалюте нет такого понятия, типа холодный кошелек МВД. Ну, так у кого ключ от этого холодного кошелька? Он, получается, владеет всей криптой. Конфискуют у всей России криптовалюту, закинывают на этот холодный кошелек, и этот кошелек какой-нибудь один, любой работник забирает и утекает в другую страну. Как так вообще просто? Вот получается, ФСБшники что-то хотят от бирж других государств, им что-то предъявляют. Вообще какая-то ерунда. МВД хочет конфисковать у людей крипту, не знает, что такое криптобиржа и куда ее конфисковать и как конфисковывать пока, не в курсе. Налоговая служба, давайте, ФНС чего хочет, вот. Они хотят следующее, что нужно ужесточить, они говорят, регулирование криптовалютных бирж и кошельков. Вот опять, кому они это говорят? У нас нет криптобирж. Но они хотят уже садить регулирование. Они кому обращаются вообще? В нашем государстве нету криптобирж. Кому? В другое государство? Другим государствам похер вообще, что тут говорят ФНС России, которые не имеют лицензии на работу в Российской Федерации. В том числе таким фирмам предлагается полностью запретить рекламу в России. Блин, тоже бред вообще. Запретить другому государству что-то? Причем тут другое государство вообще? Такое ощущение, что смотрите, и ФСБ, и МВД, и ФНС не про свою страну думают, а думают, как докопаться до другой страны, до их каких-то бирж, а этим биржем насрать на то, что думают здесь в России и все эти службы. Министерство финансов признало логику выше обозначенных дополнениях. Министерство финансов признало логику выше обозначенных дополнениях. ну вот в этих трех абзацах все так логично, прям вот просто очень так логично, мы только что очень логичны, а они говорят, да, там все прям логично, а вот предложение по ужесточению регулирования криптовалют, в том числе майнинга в Минфине отклика не нашли. Почему? Потому что майнингом занимается государство и почему там ужесточать? Конечно, вот до людей можно докопаться, а до майнинга нельзя. Например, ФСБ предложило обязать майнеров сразу перечислять полученную криптовалюту на лицензированную криптовалютную биржу. Однако в Минфине инициативу не поддержали. Ну это вообще просто какой-то бред. Смотрите, ФСБ предлагает, чтобы майнер как только добыл крипту, перечислил на лицензированную криптовалютную биржу. А у нас нету криптовалютной биржи в России. На какую он должен перечислить биржу? Ну, например, возьмем Binance. А Binance берет и по санкциям говорит, ребята, а у нас нельзя держать крипту. Куда он должен это перечислять? Или он должен перечислять на какой-то холодный кошелек в России, который здесь, например, МВД налоговая говорит, а мы не знаем, куда это все перекидывать. Вот просто где тут вообще логика, я не понимаю. Какой-то бред просто. Также ведомство не поддержало дополнение со стороны ФСБ, в котором силовики предлагали дополнительно рекламентировать деятельность криптовалютных кошельков и майнинговых пулов. Подчеркнули, что пока нецелесообразно, чрезмерное и детальное регулирование рынка. Конечно, еще бы, блин. Ну, в общем, видите, да, какие новости здесь. Как только читаем наши новости, это просто нелогичная цепочка мыслей. Все вот эти вот подразделения вообще предлагают какой-то бред. По мне это какой-то бред. Ничего не предлагают, что, например, давайте создадим наш внутренний какой-то монету. Вся страна будет за это топить. Следующий, еще тут парочку и закончим. Артур Хейс. К концу десятилетия курс биткоина достигнет в 1 миллион. Вот. Я думаю, что так и будет. Бывший гендиректор биржи BitMEX Артур Хейс предложил, что к концу десятилетия курс биткоина будет 1 миллион, а золото 20 тысяч из-за неэффективной кредитно-денежной политики США и Евросоюза. Вот. Это более-менее нормальная информация. Я тут даже вчитываться не буду. Я думаю, что так и будет. К концу этого десятилетия, ну, к 30-му году биток подлетит до 1 миллиона. И это очень-очень-очень возможная история. Берискейл выходит на европейский рынок криптовалют. Это тоже один из этих капиталов ваших будущих начальников мировых, которые тоже имеют очень дехера бабла, которую вкладывают в крипту и не продают. Руководство инвестиционной компании Грискейл, будущие начальники всей планеты, что на фоне расширения рынка цифровых активов рассматривает возможность предложить свои услуги европейским криптоинвесторам. Гендиректор Майкл считает, что европейский рынок превратился в конкурентное пространство, где эмитенты внедряют инициативные инструменты для удовлетворения растущего спроса. Бизнесмен признался, что Грискейл хочет получить свою часть рынка. Короче, это просто мега-гиганты, которые между собой будут сейчас бодаться. Вот, например, вот этот будущий начальник Пантеры Кэпитал Дэн и вот этот вот Кэпитал Грискейл здесь Майкл Майкл и Дэн между собой это вот как раз таки они крупные игроки. они все борются за вот всемирный рынок криптовалюты и пытаются вот внедриться, да, вот, и внедряться. Тем временем мы будем вот такие вот новости читать, типа там опять ФНС чего-то предложили, давайте, я не знаю, выкинем криптовалюту куда-нибудь, не знаю, какой-то бред предлагают один. Андрей Луговой Россия может стать мировым лидером добычи криптовалют. И вот смотрите, там налоговый ФНС ФСБ предлагают нахрен всех в угол поставить, а Андрей Луговой говорит, Россия может стать мировым лидером добычи криптовалют. Просто вот я не понимаю. Член рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию криптовалют. Это получается рабочая группа, он является частью этого. Они занимаются законодательным регулированием крипты. Ну вот конкретно получается человек, который занимается регулированием крипты в России. Вот хоть что-то приближенное, а то кому не лень предлагают какую-то ерунду. Вот конкретный дружище, который в теме в законодательстве. Андрей Луговой говорит, так, давайте посмотрим, что ты говоришь. У России есть потенциал обогнать в сфере майнинга все остальные страны. Ну вот он охерел, конечно. Такой вышел, такой, знаете, я самый сильный в мире. Вот. Я нефиг делать, могу там победить всех во всех видах спорта. Ну, это у нас есть шансы там. Для этого необходимо четкое законодательное регулирование работы майнеров, пояснил в интервью парламентской газете депутат фракции ЛДПР. Если получится вывести подпольных майнеров из тени, это поможет росту экономики. Да нихера, опять вот смотрите, вот, они опять занимаются чем? Получается, в России не хотят, чтобы люди в крипту внедрялись. Государство по, ну, серьезные компании занимаются майнингом, обычные люди там где-то что-то майнят у себя в квартирах там на буханку хлеба. И вот эти люди, которые законопроекты пишут насчет этого, нет, чтобы про крипту что-то делать, да, они опять уходят куда? Они подыгрывают крупным игрокам по майнингу и хотят, чтобы докопаться до простых обычных майнеров, вытащить их из своих комнат и типа это приведет к росту экономики. Какой росту экономики? Короче, нам не дают нормально криптой заниматься, а те, кто майнингом занимаются, у них забрать и это. Получается, мы не в крипте не будем шарить, не в майнинге. И это приведет к росту экономики. Вот прям вот полетит экономика. Вклад нашей страны в мировой крипторынок уже сегодня немаленький. В России майнится 12% общего объема криптовалют. Мы занимаем третье место в мире. Учитывая уникальные климатические условия России, наличие профицита электроэнергии и ее невысокую стоимость, можно считать, что у нашей страны есть возможность выйти по майнингу на первое место. Ну и кому нахрен это надо? Сами говорят, мы выйдем на третье место, аж на третье место в мире и при этом нам вот эту вот всю ерунду, что всех посадят, в США значит запустят оплату. Вот смотрите, да вот в США там запустят оплату налогов цифровых валют. Вот этот обычный дружище бедняжечка предлагает обычные вещи гражданам, а мы аж на третьем месте по майнингу и у нас ноль возможностей в этих направлениях. Ничего. Мы ни крипту не можем купить, какие там налоги вообще. Ничего. И это приведет к развитию экономики. Как? Участник рабочей группы в очередной раз подтвердил, что правительство не допустит использования криптовалют для платежей и расчетов. У нашей страны есть возможность выйти по майнингу на первое место в мире. И тут же говорит, что правительство не допустит использования криптовалют для платежей и расчетов. просто подходишь к человеку говоришь там слушай тебя Андрюха зовут? Он такой говорит да меня Андрюха зовут нет меня Андрюха не зовут ты говоришь так тебя Андрюха зовут или не зовут? Да нет тогда или нет да нет вот тут такая же фигня мы типа выйдем на первое место в мире мы запретим крипту как это вообще вот просто понимать понимать это вот как я вам сказал это с утречка одному говорят так ты значит пишешь всех посадят а ты значит пишешь крипта мы первые лучшие в мире вот все пишите одновременно чтобы народ был в шоке вот просто однако в рамках закона цифровых финансовых активах криптовалюта признается имуществом нету такого закона и это не признается имуществом а добывать ее не запрещено вообще просто какой-то вынос мозга луговой также отметил луговой маленько я не знаю что что с тобой луговой в проекте изменения в налоговом кодекс мы видим подход при котором владелец криптовалюты должен будет ее задекларировать как я должен задекларировать крипту если нету закона по декларированию крипты и где это сделать по мнению Андрюхи именно волонтильность сделала цифровые активы такими популярными среди инвесторов когда ставки банковских депозитов постоянно снижаются инвесторы ищут новые более прибыльные способы вложения средств и криптовалюты отлично подходят для этого но государство перекроет вам возможность работы с криптой при этом депутат не поддерживает мнение некоторых чиновников по поводу использования криптовалют для совершения преступления луговой подчеркнул что существует достаточно разных инструментов для выявления преступления транзакций через кошель короче просто коктейль из всякого бреда вот посмотрите вот я открываю да вот российские новости какая-то каша из фсб мвд фнс все что-то предлагают при том что зачем они эти предложения делают когда этим заниматься должны другие люди конкретные какие-то ну вот конкретный человек вот я говорю ну пусть кто-то конкретный вот конкретный человек который типа этим занимается а он тут несет какой-то бред мы говорит на втором третьем месте но мы можем быть в мире на первом месте по крипте но государство вам запретит крипту но вы знаете из-за того что фиатные деньги непопулярные люди хотят как-то сохраниться лучшее что можно где сохранить деньги это крипта но он считает что крипту нужно забрать у людей потому что крипта это преступление ну крипта это классная штука и мы будем лучшей экономикой в мире но мы вас всех посадим как будто я не знаю таблетку сумасшедшего просто таблетка называется сумасшедший дают этим людям они ее едят и начинают что-то меня зовут Андрей не меня зовут не Андрей меня Вадим зовут не а не я Леха 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 да вот стопудово вот пять минут назад точно я был вот да нет я все-таки Андрей вот так вот примерно давайте знаете что вот депутаты такие типа давайте знаете что а что такое вообще крипта давайте примем крипту ну ну что крипта то что такое ну знаете да классная штука что не принять то эту крипту давайте примем потом давайте все заберем у них давайте знаете не будем принимать крипту это вот он каждый день каждое утро что-то предлагает давайте заберем давайте посадим давайте отберем давайте выйдем на первое место а вы знаете мы лучшие в крипте во всем мире не мы не лучше в крипте во всем мире. Короче, к чему это я, ребята? Давайте на этом завершим. Чтобы у вас не было негативного настроения, не слушайте этот бред. Блокчейн – это будущее. Крипта – это часть будущего мира блокчейн. Есть огромное количество разных монет. Большая часть из этих монет – говнище. Есть основная часть, которую под собой имеют разработки. И эти системы будут как раз-таки частью будущего мира. На основе этих блокчейн будут работать в мире разные компании. Вот нужно покупать именно те монеты, которые имеют под собой технологии. но они будут развиваться медленно. Не ждите завтра от них каких-то иксов. Потом зафиксируйте даты 25-30-й год. Чем мы больше приближаемся к этим датам, тем жестче в мире будут происходить конфликтные ситуации мировые. и будут сжимать это все дело так, чтобы вы не могли это все дело купить. Пугать будут, чтобы вы это все слили и будут выкупать. Крипты будет меньше. Крупные игроки типа там Дэнов и Майкалов вот этих будут вот эти капиталы все скупать. Они станут центральными мировыми лидерами в этом основными держателями этих крупных ну основной части крипты в мире и будут потом диктовать условия жизни всему человечеству. Вот мы с вами что можем сделать? Мы с вами можем на данный момент пока не настолько все как бы зажато технически это возможно купить. Пока что можно покупать огромное количество разных биш пока что биткоин есть на рынке. Я вам не советую слишком долго сидеть и ждать когда этот биткоин будет стоить дешево. Ну да может быть курсы упадет там до какой-то цифры да это уже не так сильно важно сейчас уже вопрос с другом что вы вообще успеете это все дело купить люди как бы сидят такой вот будет дешевле тогда я куплю да кто тебя будет ждать поезд уже уезжает и сколько стоит билет на этот поезд уже не важно ты просто на поезд не успеваешь поэтому сколько бы он не стоил ты уже должен туда залететь или просто ту-ту он улетает короче говоря время у вас есть изучайте в принципе хотя бы там до 25 года потихонечку там формируйте свои крипто кошельки старайтесь большую часть держать на холодных кошельках отказываться полностью от бирж не надо потому что есть огромное количество бирж у них есть всякие разные возможности есть разные платформы DEX DEFI GAMEFI в общем категорий много и везде очень много просто лазей где как купить продать с этим проблем в общем-то никаких нет в общем не ведитесь на негативные новости вот есть у тебя деньги выдели какую-то вот по мне так нужно сделать так у тебя есть какая-то сумма выдели какую-то часть небольшую которую ты хочешь потихонечку откладывать на будущее и не ждать завтра что ты разбогатеешь ну может быть и завтра разбогатеешь но если не завтра то в любом случае это будет но не надо вот как бы торопить время да мир развивается ждем и на эту сумму потихонечку закупать себе крипту и закупать правильную крипту которая в будущем будет работать а не всякую чепуху которую сегодня вам рассказывают а завтра ее нету вот и в принципе все и не слушать никакие байки про то что за крипту вас будут сажать вот это какая-то ну ерунда вот это все да какие-то законы будут пусть будут я не против налоги будут да пусть будут что это как сказать знаете это так страшно купить доллар ну доллар ну да пошел купил у тебя есть доллар или там у тебя есть акции все испугался блин ну акции ну да ну есть есть биржи Мосбиржа иди выдели деньги купи акции у тебя есть акции да там в процессе вот это все оплачиваешь все такая же фигня будет и с криптой да у тебя есть деньги хочешь крипту иди купи крипту хочешь иди золото купи хочешь иди яблоки купи блин ты заработал на работе деньги заплатил налоги на эти заработанные деньги идешь покупаешь себе яблоки крипту золото блин буханку хлеба молока что хочешь то и покупай хочешь путешествовать хочешь иди Тебя должны сажать, блин, за то, что ты, блин, яблоки купил. Что это за новости такие? В общем, в этом плане не паникуйте. Будет какой-то закон, почитаем. Будем действовать в рамках закона. Будет какой-то налог, будем действовать в рамках налога. Все. Никаких проблем, я думаю, что в этом нет. Единственное, обламывает то, что нам перекрывают в России. Все возможности. И вот, что не читаешь везде США, да США, США. Чтобы они все там, блин, обосрались. Как же меня эта вся херня уже бесит просто. Люди здесь также могут. Вот здесь умов больше, чем в этом же США, блин. Но нет, блин, перекрывают все возможности. Вот почему я не могу пользоваться, вот сейчас зайти, да, и в кошельке вот этой вот системой. Типа, ты не имеешь права. Вот сейчас кто-то возьмет и скажет, ну вот вы конфликт, вы Украина. Да не в этом дело вообще. Сейчас вопрос не стоит в России и Украине. Это такой глобальный уже вопрос. Это одна большая тема. Дележка происходит. Тут вообще вопрос не вот в этом небольшом, как так сказать, конфликте. Но в основном те люди, которым промыли мозг телевизорами, у них такая, знаете, точечная проблема. Типа вот конкретная на планете Земля есть Россия и Украина, вот там вся проблема. А глобально мир меняется, блокчейн, есть золото, есть акции, есть нефть и все такое. Все это не важно. Это как бы люди, дашь человеку пазл собрать из тысячи единиц пазл. Он такой берет штучек 10 и собирает общий большой пазл из вот этих 10 кусочков. Ты говоришь, как ты соберешь весь пазл, блин? Там 10, там тысяча штук, чтобы ты увидел, что там нарисовано. Меня не волнует, вот из 10 я все понимаю. Да ни хера ж ты не понимаешь ты, блин. Ты общий большой, этот, не видишь, что происходит в мире. И вот люди разделяются на тех людей, которые в каком-то своем маленьком мире живут и будут обсуждать все, исходя из этого маленького мира. И люди, которые живут более глобальными мыслями и понимают, что происходит. Постарайтесь думать больше, ну как бы глобально. И вот в этом глобальном мире Россия будет отставать. Ну будет отставать. Ну вот это же не я придумал. Вот на данный момент там это доступно, криптокарты доступны, биржи доступны, и все доступно. А нам недоступно. И это будет тянуться сколько? Ну, чем дольше это тянется, тем получается мы в обломе. Но есть возможности. Так что, ребята, напоследок, если кто-то хочет понять, как это все дело работает, какую крипту купить, где купить, зачем купить и все такое, у меня в описании есть ссылка на мой сайт, вот, mredgarcross.com. Здесь есть мои курсы. Можете зайти, вот, поизучать, и купить, и изучать мои курсы. Также есть у меня закрытый канал. Это в телеге. Вот ссылка. Вот прогноз цен 2030 портфель. Нажимаете сюда. Переходите. Здесь откроется бот, и вы здесь покупаете доступ к моему чату. Закрытый телеграм-канал, где я выкладываю все, что я покупаю, всю важную информацию, много интересных видеоуроков и так далее. Напрямую со мной можно там пообщаться. И ценники тут идут один день, месяц и год. В основном люди покупают подписку на год. Берешь подписку на год и в течение года получаешь информацию. Все, переходите, выбирайте, оплачиваете. Можете там в крипте оплатить, можете там в рублях, ну и так далее. Зайдете там, увидите. На этом все. Мой километровый ролик закончился. И в очередной раз, если кто-то вдруг уснул, просыпайтесь, взбодритесь. Я завершил свой ролик. Увидимся в бесконечности. Да прибудет, ребята, с нами гребаный блокчейн.